Часть четвертая. Кто же, наконец, этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севший на передок рядом с Дениской, волосонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. А в его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал Егорушка у себя дома и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конской, завод и много денег, но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенно, и, например, зимою на Рождество подавались малины и клубника и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Гузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал, «Да и здорово же обирать ее этот Казимир Михайлович!» «В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть погубал, он на одной моей покупке тысячи тари нажил». «Отляха и новая и ждать нельзя!» — сказал отец Христофор. «А я Егорушка мало!» «Сказано, молодая да глупая, в голове ветер так и ходит!» Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами. Стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом. И трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уже ее нежная лиловая краска, затушеванная вечерней мглой, пропала. И вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и крестели. Не поют в лесных балочках соловьи, не бахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта. Все прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапания, степные басы, тенора и дисканты – все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспомнить и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня, и едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносятся отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птицы, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит «сплю, сплю, сплю», а другая хохочет или заливается истерическим плачем «это сова». Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог и знает, но в крики их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-притален и нежен. Всквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертание предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха. Он не шевелится, ждет и чего-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы, как не бывало. Воздух прозрачен, свежий, теплый, всюду хорошо видны, и даже можно различить, куда дороги отдельные стели бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи, кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожен неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А-А-А-А-А-А-А-А-а-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной далей, если долго всматриваться в нее, высится и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы. Немножко жутко А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо На котором ни облачко, ни пятна И поймешь, почему теплый воздух недвижим Почему природа настороже и боится шевельнуться Ей жутко, и жаль утерять хоть одно мгновение жизни О необъятной глубине и безграничности неба Можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна Оно страшно, красиво и ласково глядит томно и манит к себе А от ласки его кружится голова Едешь час-другой, попадается на пути молчаливый старик курган Или каменная баба, поставленная бог знает кем И когда бесшумно пролетит над землей ночная птица И мало-помалу на память приходят степные легенды Рассказы встречных, сказки няньки-степнячки И все то, что сам сумел увидеть и постичь душою И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах В голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы Во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты Молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни Душа дает отклик прекрасной суровой родине И хочется лететь над степью вместе с ночной птицей И в торжестве красоты, в излишке счастья Чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока Что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира И никем не воспетый и никому не нужный И сквозь радостный гуд слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв Певца! Певца! Здорово, Пантелей! Все благополучно? Слава Богу, Иван Иванович! Не видали ребята Варламова? Нет, не видали? Егорышка проснулся и открыл глаза Бричка стояла Направо по дороге, далеко впереди тянулся обоз Около которого сновали какие-то люди Все вазы, потому что на них лежали большие тюки Шерстью казались очень высокими и пухлыми А лошади маленькими и коротконогими Так мы, значит, теперь к Малакану поедем? Громко говорил Кузьмичев Жить сказал, что Варламов у Малакана ночует В таком случае прощайте, братцы, с богом! Прощайте, Иван Иванович, прощайте, прощайте! Ответило несколько голосов Вот что, ребята, живо сказал Кузьмичев Вы бы взяли с собой моего парнишку? Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе в тюк И пусть себе едет помаленьку А мы догоним Раступай, Егор Иди, ничего Егорушка слез с передка Несколько рук подхватило его Подняло высоко вверх И он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы Теперь ему казалось, что небо было близко к нему А земля далеко Эй, возьми свою пальтишку! Крикнул где-то далеко внизу Дениска Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок Укрылся пальто и протягивая ноги во всю длину Пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия Спать, 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 думал он Вы же не черти, его не забежайте Послышался снизу голос Дениски Прочай, девраться, с Богом, крикнул Кузьмичев Я на вас надеюсь Будьте покойны, Иван Иванович Дениска ахнул на лошадей Боричка взвизнула и покатила Но уж не по дороге, а куда-то в сторону Минуты две было тихо Точно обоз уснул И только слышалось, как вдали, мало-помалу Замирало лязганье ведра Привязанного к задку барички Но вот впереди обоза кто-то крикнул Ярюха, трогай Заскрепел самый передний воз За ним другой, третий Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся И тоже заскрепел Обустронулся Егорушка покрепче взялся рукой за веревку Которую был привязан тюк Еще засмеялся от удовольствия Поправил в кармане пряник И стал засыпать так Как он обыкновенно засыпал у себя дома В постели Когда он проснулся Уже восходило солнце Курган заслонял его собою А оно, стараясь брызнуть светом на мир Напряженно пялило Свои лучи во все стороны И заливало горизонт золотом Егорушке показалось, что оно было не на своем месте Так как вчера оно восходило сзади, за его спиной А сегодня много левее Да и вся местность не походила на вчерашнюю Холмов уже не было А всюду, куда не взглянешь Тянулась без конца бурая, невеселая равнина Кое-где на ней выселись небольшие курганы И летали вчерашние грачи Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни По случаю воскресного дня Хохлы сидели дома, пекли и варили Это видно было по дыму Который шел изо всех труб И сизой прозрачной пеленой висел над деревней В промежутках между изб и за церковью Синела речка А за нею туманилась даль Но ничто не походило так мало на вчерашнее Как дорога Что-то необыкновенно широкое Размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги То была серая полоса, хорошо выезженная И покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение И навела его на сказочные мысли Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись Кромадные широко шагающие люди Вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника И что еще не вымерли богатырские кони Егорушка взглянул на дорогу Вообразил штук шесть высоких рядом скачущих колесниц Вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории Заложены эти колесницы в шестерки диких пешеных лошадей И своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли А лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороги, если бы они существовали По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью А потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких тоненьких палочек Похожих на карандаши, воткнутые в землю На проволоках сидели ястреби, копчики и вороны И равнодушно глядели на двигавшийся обоз Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз Всех подвод в обозе было около двадцати И на каждые три подвода приходилось по одному возщику Огло заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор Но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив Но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр Ноги его были босой, вероятно, по привычке, приобретенный в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза Он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза А, проснулся, молодчик, сынком Иван Иванович-то доводишься? Нет, племянник, Иван Иванович-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю Ножки у меня больные, стуженные, а без сапогов оно выходит свободнее Слободнее, молодчик, то есть без сапогов-то Значит, племянник? А он хороший человек, чего? Дай бог здоровья! Ничего, я про Иван Иванович-то, к Малакану поехал О, господи, помелый! Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая, как следует рта И губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим Дальше, через две подводы, шел с клутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами Этот был не стар, лет сорока Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза В левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором Изредка он брал кнут под вышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска спиной Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки И шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, шире Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один И потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки Одет он был в короткую хохлатскую чумарку, всю усыпанную латками и синие шаровары на выпуск, а обут в лапте Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу Раз начавший разговор, он уже не прекращал его «Ты куда же едешь?» — спросил он, притопывая ногами «Учиться?» — ответил Егорушка «Учиться?» — «Ага, ну, помогай, царица небесная» «Так, ум хорошо, а два лучше» «Одному человеку Бог один ум дает, а другому два уба, а иному и три» «Иному три, это верно» «Один ум с каких матери дела, другой от учения, а третий от хорошей жизни» «Так вот, братушка, хорошо, ежели у которого человек триума «Тому не то, что жить, а и помирать легче, помирать-то, а помрем все как есть» Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами, веих на Егорушку и продолжал «Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом году тоже повез своего парнюгу учения «Не знаю, как он там в рассуждении наук, а барнюга — ничего, хорош, дай Бог здоровья, славные господа» «Да, тоже вот повез учения» «В Славяно-Сербском нет такого заведения, чтобы, стало быть, до науки доводить» «Нету» «А город — ничего, хорош, школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтобы насчет большого учения таких нету» «Нету, это верно» «Тебя как звать-то?» «Егорушка» «Встала быть Егорий, святого великобучника Егория Победоносца, числа 23 апреля» «А мне святое имя Пантелей, Пантелей Захаров, Оладов, мы их Оладовы будем» «Сам я уроженный, может слыхал из Тима Курской уверней» «Браты мои в меча не отписались, и в городе мастерством занимаются» «А я мужик, мужиком остался, годов семь назад ездил я туда, домой-то есть, и в деревне был, и в городе, в Диве, говорил был» «Тогда, благодарить Бога, все живы и здоровы были, а теперь-чуть не знаю» «Может, кто и помер, а помер в то же время, подаву все старые, есть которые постарше меня» «Смерти чего?» «Хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть» «Нет, пусть я лиха, как наглая смерть, наглая-то смерть, бесу радость» «А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, чертоги Божией запрету тебе не было» «Варваре великомучиться болеть» «Она, когда тайница, она, это верно» «Потому ей Бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждым имел полную право ее насчет покаяния молить» «Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет» «Говорил он ясно себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом» «Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связей между собой и совсем неинтересных для Егорушки» «Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь, утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям» «Сели они дома» «Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяно-Сербска» «Да, повез партишку! Повез, это верно» «Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле» «Это был рослый, широкоплечий мужчина, лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый» «Судя по движениям его плечи кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое» «К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск» «Этот разразился басистом, кашляющим смехом и закричал» «Бородцы! Дыма в земле я убил! Я не могу» «Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху» «Чернобороды принадлежал именно к таким счастливцам» «Его голос и смехи чувствовалась непроходимой глупость» Кончив холестать русых дымов, поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее Склянул на нее и сплеснул своими полкообразными руками «Катушный!» — закричал он глухим, плачущим голосом «За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, прокляда ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?» «Ужа нельзя убивать, это верно!» — спокойно забормотал Пантелей «Нельзя! Это негодюка! Он хоть по виду змея, а тварь дикая, безвидная, человека любит, уж-то!» Дымову и Чернобородому, вероятно, стало и совестно, потому что они громко засмеялись И, не отвечая на робот, лениво поплелись к своим вазам Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж Человек с подвязанным лицом, стоящий под ужом, обернулся к Пантеле и спросил плачущим голосом «Дед, ну за что он убил ужика, а?» Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое А подбородок был красен и представлялся сильно опухшим «Дед, ну за что убил?» — повторил он, шагая рядом с Пантелеем «Глупый человек, руки чешутся, оттого я убил!» — ответил старик «А уже бить нельзя, это верно!» — дымов, известный, а зорник, все убьет, что под руку попадется «А Кирюха не вступился, вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха да хо-хо-хо!» «А ты вас не черчай! Зачем черчать? Убили, ну и бог с ними!» — дымов, а зорник, а Кирюха от глупого ума «Ничего, люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними!» «Вот, Емельян, никогда не тронет!» — «Что не надо?» — «Никогда!» — «Это верно!» «Потому человек образованный, а они глупые!» — «Емельян, да!» — «Он не тронет!» Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантеле и Вася поравнялись с ним, пошел рядом «О чем разговор?» — спросил он сиплым, придушенным голосом «Да вот, Вася, черчай!» — сказал Пантелей «Я ему разные слова, чтобы он не черчал, значит» «Эх, ножками мои больные и стуженые! Эх, раззаделись ради воскресенья, праздничка Господня!» «Это от ходьбы!» — заметил Вася «Нет, парень, нет, не от ходьбы! Когда ложусь, да согрей смерть свою, ходить невольготней!» Эмильян о рыжем пальто встал между Бантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул «Ах, нет у меня голосу!» — сказал он «Чистая напасть! Всю ночь и утро меречится мне тройное, Господи, повелый, что мы на венчане у Мариновского пели!» «Кидит оно в голове и в глотке! Как бы, кажется, и сапела не могу! Нету голосу!» Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал «Мне датцать лет был в певчих, во всем луганском заводе! Может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут выкупался в третьем году в данце?» «Так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто!» «Глотку застудил! А мне без голоса все равно, что работнику без руки!» «Это верно!» — согласился Пантелей «А в себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего!» В это время Вася нечаянно увидел Егорушку Глаза его замаслились и стали еще меньше «И панечик с нами едет!» — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись «Какой извозчик важный! Оставайся с нами! Будешь с обозом ездить, шерсть возить!» Мысль о совместимости в одном теле панечика с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно Он был занят своими мыслями и, если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спудиком красоты и венчального «Господи помилуй!», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под вышку и замахал обеими руками За версту от деревни обоз остановился около колодца журавлем Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди Так что у Егорушки были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли Увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом А колодезное эхо ответило ему тем же Когда он поднялся, его лицо и шея были красные, как кумач Первый подбежал пить дымов Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном Потом повернулся и громко на всю степь произнес штук пять нехороших слов Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурны, ему было хорошо известно Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые Сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти И как нарочно Дымов в это время увидел Егорушку, который слез к своза и шел к колодцу Он громко засмеялся и крикнул, братцы, братцы, ха-ха-ха, старик ночью мальчишку родил Кирюха закашлялся от басового смеха Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек Русый, с кудрявой головой, без шапки и с растегнутой на груди рубахой Дымов казался красивым и необыкновенно сильным В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех И имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир Его шальной, насмешливый взгляд скользнул по дороге, по обозу и по небу Ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить, от нечего делать и над чем бы посмеяться По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки А Егорушка уже всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом Слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку Пантелей тоже подошел к ведру Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул Завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» – удивился Егорушка «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» – ответил уклончивый старик «Каждый по-своему, ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье» «Голубушка моя, матушка красавица!» – заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом «Голубушка моя!» – глаза его были устремлены вдаль Они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку «Кому это ты?» – спросил Кирюха «Лисичка, матушка, легла на спину и играет, словно собачка» Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался Срение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дроху или другой какой-нибудь животное, держащее себя подальше от людей Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дроху Это видел всякий проезжающий степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни Когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками дрох, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои точки Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видел все, у Васи был еще другой мир Свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший Потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедням Субтитры создавал DimaTorzok